всем доброго времени суток банда но и продолжение видео о наших моторах я думаю вам будет интересно посмотреть теперь уже более конкретно по всем этим узлам до которые присутствуют именно в топливной системе suzuki df34 так на тридцатки от suzuki вот здесь на столе у меня в принципе лежит вся топливная система вот эта рейка с тремя форсунками так как мотор цилиндровый ну про этому думаю отдельно возможно поговорим мы пока это отложим в сторону вот здесь у меня фильтр даже которые снял он такой подзабитый вы знаете там всякой там пылью грязью да вот его я тоже снял вот и грубо говоря ну насос высокого давления вместе с сепаратором и соответственно фильтр который стоит на входе насоса высокого давления то есть фильтр мысли его можно так назвать там они не позиционируют что-то фильтр тонкая чистый ну зачистки но наверно можно догадываться что-то именно фильтр тонкой очистки единственное что я не стал снимать это насос низкого давления потому что как правило там ничего интересного нету я их я его еще разбирал на двадцатке df4 так на вот и он надежен короче как танки там ничему ломаться и соответственно ничего там такого с ним не будет ну а наша сегодняшняя речь я убираю лишние со стола я думаю всем интересно будет посмотреть что же это такой за фильтр тонкой очистки вот у меня есть новый вот этот фильтр тонкой очистки работает у меня на моторе с 18 года и последние три сезона на воде до грубо говоря крайние до три сезона на воде он прям очень очень жестко отработал прям грубо говоря вернее мотор жестко отработал и за все это время с 18 года этот фильтр не менялся у двигателя еще раз напоминаю такая проблема на полных оборотах он начинает как бы там троить и пихать упухать и здесь я сливал это у него специально слив до идет как отстойник возможно а мы сейчас все это снимем и этот фильтр просто по шву разрежем и посмотрим что же там с 18 года и за три года заказа три крайние года жесткой эксплуатации что там внутри есть и насколько он мог забиться при этом данный мотор работал без сепаратора и фильтра выносного да то есть который там от ранец вешается также черт давайте разбирать и смотреть я думаю банда будет очень интересно а опачки получилось ну сейчас будем разбираться только наведем маленький порядок уважаемые зрители ну что навел я порядок здесь специально ничего не стал вышкрябывать ничего все вот этот этот фильтр разобранный полном первозданном виде как я его распилил вот судя по это вот сеточки мы действительно видим что это действительно фильтр тонкой очистки до по этой сетке его можно идентифицировать так как они нигде не в мануалах даже когда заказываешь запчасти они не указывают его что это фильтр тонкой очистки просто фильтр вот это действительно фильтр тонкой очистки на suzuki df24 такта до такого фильтра на на моделях первой генерации не было может быть сейчас вот на последних моделях он есть но он у них был встроенный в насос высокого давления сейчас вам покажу чтоб примерно было это вот насос высокого давления от тридцатки это вот вход насоса до по бензину после фильтра а там вот прям сюда внутри да вот такой как вставу уж был вот такой длины он прям туда внутрь вот так вот штуцер сам вставлялся и наверх одевался шланчик то есть как бы как вставка было тоже тоже из такой же тоненько-тоненько и там забивалась прям как вот как пыль как вата вот то есть он был прям встроенный от этого если вы покупаете suzuki df20 то имейте в виду по этому нюансу да хотя на новых моделях может быть он уже и как-то в таком вот виде да вот если так разобраться в принципе да то у фирмы suzuki как бы все этапы очистки топлива они существуют да и в принципе наверное выносной сепаратор вот этот вот они с аппаратом ну как бы этот фильтр выносной отстойник который на трансы вешают и на вторая лодка и 2 насос под ним работает может быть он и не имеет места смысла вот потому что такой же отстойник есть и фильтре первичной очистки здесь и фильтр уже тонкой очистки и даже несмотря что это фильтр тонкой очистки здесь вот все равно есть для слива да вот предусмотрено вот такое вот устройство да надевается сюда да то есть вот предусмотрен слив но слив именно уже после фильтра сделана грамотно не перед входом а уже после входа от а вот отсюда уже вход идет на насос до высокого давления вот в этой вот камере как раз после входа есть именно слив Как я понял, именно фирма Сузуки предусмотрела, что в топливе при каких-то определенных режимах и с возрастом, с годами Может накапливаться конденсат, влага, может быть еще что-то От этого это нужно все сливать То есть вот видим, можно слить Ну вот, как-то этот слив нужно сделать так, что допустим, хотя бы как на двадцатке четырехтактных, чтобы не разбирать эти все кожуха Это все дело, что можно как бы вот раз и слить Либо с собой здесь возить какую-то там кривую длинную отвертку, чтобы тоже, а так к нему не подлезти На двадцатке можно подлезти прям с охладителя, эту всю тематику подслить Ну вот здесь вот охладитель находится, там прям с охладителя на двадцатке сливается Ну это я так перевел, может быть неправильно называю Вот, в принципе хороший фильтр с возможностью слития отстоя Да, влаги Вот его вход Вот видите, даже вот видно эту сеточку Но если взять разобраться, то в принципе Сеточка-то в принципе подзабита Потому что я сейчас попробовал в нее дышать Блин, очень с трудом как бы это все То есть дышать нельзя Как бы вот Сейчас я, уважаемые зрители, возьму фильтрик там новый И попробую в него подышать Конечно я просушу, чтобы потом не было влаги там Вот, ну чтобы понять Относительно нового фильтра Насколько это все забито, уважаемые зрители Вот новый фильтр, вот старый Вот, открываю при вас, чтобы не было никаких вопросов И попробую подышать О, да нифига себе Я в шоке Он вообще нормально дышится А этот, ну даже послушайте по звуку Я могу спокойно взять и дышать И не задыхаться, существовать, да То есть как бы дышать через него И спокойно жить, да А здесь, вот это щелчки Это как мембрана щелкает Тут уже вообще выжить нельзя Если через него дышать То есть за 4 сезона существования мотора Уважаемые зрители Фильтрок очень жестко подзабит То есть он практически пропускает еле-еле Вот Он говорит о том, что прокачивать насосу это все было тяжеловато Но тем не менее он спокойно работал Он спокойно мотор двигался Безо всяких каких-то там нюансов И то, что на полных оборотах может быть он и потраивал Может быть это именно была и топливная голодовка еще вдобавок Не исключено Так что все меры мы будем делать Предпринимать Смотреть Вот Так что в принципе Уважаемые зрители Такой фильтрок-то все-таки Нужно, видите, менять почаще Не могу сказать через сколько его менять Но в принципе вы можете определить Взять вот сюда и подышать Как только понимаете, что он не дышится Сдачи, то он идет под замену Вот такая вот история Ну, можно теперь посмотреть, что там после выхода фильтра Была какая-то вот Вот это вот уже после сеточки То есть понимаете, выходной насос Вот я заметил по краям Какие-то вот такие вот отложения Напоминающие мне что-то Микро Микро что-то Даже не знаю Что какую-то опять микроперхоть Короче Вот видите Она на дне есть Вот я ее все собираю Все-таки какая-то Микро-микро перхоть Видите Она Вот Видите, есть загрязнение Вот видно на ватной палочке Какая-то, какая-то Микро перхоть все-таки Проходит у нас Даже несмотря, что фильтр-то достаточно очень тонкий Ну вот Вешать Большое количество этих фильтров Тоже не имеет смысла Если даже такой фильтр тонкой очистки Пропускает эту Перхоть То вот эти все фильтры Отстойники Сепараторы Там вообще-то пролетит Как слива в жопу Эти частицы Так что вот Наверное, может быть Мы и не имеет смысла Эти ставить Ну а вот как бы Как в эксперименте Специально один мотор Такой же Работает с этим С выносным фильтром Да, который на транец А этот без выносного фильтра То есть Ну чтобы понять Насколько это все Реально И как работает Имеет ли В этом какой-то Сакральный смысл Потому что Двадцатка у меня С девенадцатого года Работает Безо всяких Там выносных фильтров И в принципе С топливной системой Там проблем-то не было Вот Ну Уважаемые зрители Вот Как-то так Всем кому понравилось Ставьте палец вверх Подписывайтесь На мой канал Делитесь этим видео С друзьями Пишите Уважаемые зрители Своё мнение Комментарии Подсказывайте Делитесь своим опытом Потому что Я сам в этом Делаю тоже Относительно Первые шаги Да От этого Поделиться опытом Это всегда учиться У других А не доходить Своим умом Да Не расшибать себе лоб Если кто-то что-то знает Обязательно поделитесь Всем нам будет проще Ну а я В конце Конечно скажу Традиционные слова До свидания До новых встреч